Судя по тому, куда двинулся Сноуден для того, чтобы объявить эти свои разоблачения, там есть кому предоставить ему убежище. И мы знаем эту страну, одна из самых населенных стран Берии. Это первое. Второе, а что мы с вами сомневаемся в том, что нас иногда слушают? Не сомневаемся. Что есть такие возможности у спецслужб? Не сомневаемся. Но с другой стороны, так ли у нас много таких уж сверхсекретов, которые нам надо беречь от спецслужб? Ну, я так прикидывал, у меня особых нет. То есть, ведь проблема не в том, чтобы прослушать, а проблема в том, чтобы кому-то надо проанализировать. И, значит, все равно выбирают определенный контингент, кого слушают. Всех прослушать невозможно. Никакой техники не хватит. Поэтому надо спокойно относиться к этому. Эти люди, которые, так сказать, все это вскрывают, но в определенной степени они совершают гражданский подвиг. Это факт. Но, с другой стороны, они, в общем-то, раскрывают секрет полишенели. Всем совершенно ясно, что... Ну, если бы нашего президента не пытались, или премьер-министра не пытались слушать, а зачем тогда существует ФСО? Она, наверное, существует для того, чтобы пытались слушать, но это не получалось. Я так понимаю, что в данном случае было именно так.